Добрые дела сантехников ветеранам. Это второй отборочный этап, в рамках которого участники конкурса проводят бесплатные сантехнические работы у нуждающихся ветеранов, инвалидов, многодетных семей или одиноких пенсионеров. Это важная составляющая не только конкурса, но и, что понятно, социальных взаимоотношений. Ведь именно незащищенные слои населения, как правило, особенно нуждаются в поддержке и в помощи. Людям мы, даже и без этого конкурса, мы и так людям помогаем. Каким образом? Каким образом? Ну, не так давно, был пожар на новоселах. Мы там поменяли эндосистему отопления. Дети подожгли там маленькие. Что будете делать здесь? Ванну, замена ванны, потом замена унитаза, замена смесителя и замена умывальника. Умывальника решили сами, потому что, как считаем, что нужно, чтобы вся сантехника была новая. Вот и все. Людмила и Сергей Голощаповы долго не могли поверить в то, что команда рязанских сантехников установит им новое оборудование абсолютно бесплатно. Нынче много аферистов. И пока ребята не прибыли к их дому с новыми ванной, умывальником и унитазом, семья сомневалась в чистоте их намерений. А теперь несказанно рада такому подарку. Ведь с пенсии накопить на такие необходимые покупки практически невозможно. Я считаю, что сейчас мы самые незащищенные слои общества инвалидов. Что там минимально. И вдруг бесплатно конкурс какой-то. Я ошалел, честное слово. И главное быстро. И все, не знаю. Не могу даже ничего такого сказать. Не ожидал. Но вы благодарны, ребята. Благодарен. Ну очень. Не то, что благодарен. Дай Бог им здоровья всем. И вообще очень-очень-очень. И даже сейчас я еще не верю, что все так бесплатно. И главное моментально. Вот одним днем пришли и все сделали. У нас старые еще 30 лет назад как бачок ставили. Сейчас уже компактные везде. А ванна железная начала протекать. Ну хорошо знакомый там смолой. Ну чем-то залепил все это самое. Потому что не можем денег набрать, чтобы позволить себе купить это. Очень дорого. Лекарства. Потому что не говорю, там продукты какие-то. А все лекарства. Но добро добром, а конкурс продолжается. На втором отборочном этапе команды проведут мастер-классы в школах и детских домах своего города. Лучшие команды пройдут финал чемпионата, который состоится 22 ноября в Челябинске. В финале участники выполнят теоретические и практические задания на скорость. Главным призом конкурса будет 300 тысяч рублей и золотой кубок. Так пожелаем нашим ребятам удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...